Здравствуйте! Я вас приглашаю на урок самопознания. Сегодня мы свои размышления продолжим посвящать теме о совести и чести. В центре внимания будут именно эти понятия, как совесть и честь. На прошлом уроке мы изучали цитату Ильяса Есен-Берлина. Я восхищаюсь человеком по его умению любить и делать добро, умению быть справедливым. О каких главных нравственных качествах человека говорит автор? Конечно же, это совесть, честь, благородство. Честь и совесть – это нравственные ценности человека, чуткие стражи его поступков. Сегодня мы с вами познакомимся с рассказом детской писательницы Валентины Александровны Асеевой. Почему? В нем раскрывается понятие «совесть» как нравственная основа праведного поведения. Мы были одни в столовой, я и Бум. Я болтала под столом ногами, а Бум легонько покусывал меня за голые пятки. Мне было щекотно и весело. Над столом висела большая папина карточка. Но когда, балуя с Бумом, я стала раскачиваться на стуле, держать за край стола. Мне показалось, что папа качает головой. «Смотри, Бум!» – шепотом сказал я и, сильно качнувшись на стуле, схватился за край скатерть. Послышался звон. Сердце у меня замерло. Я тихонько сполз со стола и опустил глаза. На полу валялись розовые черепки, золотой баток блестел на солнце. Бум вылез из-под стола, осторожно обнюхал черепки и сел, склонив на бок голову и подняв вверх одно ухо. Искусней послышались быстрые шаги. «Что это? Кто это?» Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. «Папина чашка! Папина чашка!» – горько повторяла она. Потом подняла глаза и с упреком спросила. «Это ты?» Бледно-розовые черепки блестели на ее ладонях. «Колени у меня дрожали!» – язык заплетался. «Это, это, это Бум!» «Бум?» – мама поднялась с колен и медленно переспросила. «Это Бум?» – я кивнул головной. Бум, услышав свое имя, задвигал ушами и завилял хвостом. «Как же это он разбил?» Уши мои горели. Я развела руками. Он немножко подпрыгнул и лапами. Лицо у мамы потемнело. Она взяла Бума за ошейник и пошла с ним к двери. Я с испугом смотрел ей след. «Он будет жить в будке!» – сказала мама. И, присев к столу, о чем-то задумалась. Я стоял, не смея подойти к ней. Бум заскребся у двери. «Не пускай!» – быстро сказала мама. И, взяв меня за руку, притянула к себе. Прижавшись губами к моему лбу, она все так же о чем-то думала. Потом тихо спросила. «Ты очень испугался?» «Конечно, я очень испугался. И с тех пор, как умер папа, мы с мамой так берегли каждую его вещь!» Из этой чашки папа всегда пил чай. «Ты очень испугался?» – повторила мама. Я кивнул головой и крепко обнял ее за шею. «Если ты…» – нечаянно…» – медленно начала она. Но я перебил ее, торопясь и заикаясь. «Это не я! Это Бум! Прости его, пожалуйста!» Лицо у мамы стало розовым. Даже шея и уши ее пророзовели. Она встала. «Бум не придет больше в комнату, он будет жить в будке!» Я молчал. На столу с фотографической карточки смотрел на меня папа. Бум лежал на крыльце, положив на лапу умную морду. Глаза его, не отрывая, смотрели на запертую дверь. Уши ловили каждый звук, донатившийся из дома. Время шло, и с каждым часом на сердце у меня становилось все тяжелее. Я боялся, что скоро стемнеет, в доме погасят огни, закроют все двери, и Бум останется один на всю ночь. Если б чашка не была папиной, если бы сам папа был бы жив, ничего бы не случилось. Мама никогда не наказывала меня за что-то нечаянное. И я боялся ни наказания. Я с радостью принес бы самое худшее наказание. Но мама так берегла всю папину. И потом я не сознался сразу. Я обманул ее. И теперь с каждым часом моя вина становилась все больше. Я вышел на крыльцо и сел рядом с Бумом. Прижавшись головой к его мягкой шерсти, я случайно поднял глаза и увидел маму. Она стояла у раскрытого окна и смотрела на нас. Тогда, боясь, что она не прочитала на моем лице все мои мысли, я погрозил Буму пальчиком и громко сказал, «Не надо было разбивать чашку». После ужина небо вдруг потемнело. Откуда-то выплыли тучи и остановились на нашем доме. Мама сказала, «Будет дождь». Я попросил, «Пусти Бума». «Нет, хоть на кухню, мамочка». Она подкачала головой. Я замолчал, стараясь скрыть слезы. «Иди спать», – со вздохом сказала мама. Я разделся и лег, уткнувшись головой в подушку. Мама вышла. За окном было черно. Вечер кочар в деревья. И в этой тьме сквозь шум ветра я различал голос Бума. Ведь он же папин, тоже. Вместе с ним мы в последний раз провожали папу на корабль. И когда папа уехал, Бум не хотел ничего есть. И мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что папа вернется. Но папа не вернулся. То ближе, то дальше слышался расстроенный лай. Бум бегал от двери к двери и к окнам. И просил, скребся лапами и жалобно взвизгивал. Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. И вдруг в мое окно силой ударил ветер. Крупные капли дождя забарабанили по стеклу. Я вскочил босиком в одной рубашке. Я бросился к двери и широко распахнул ее. Мама! Она спала, сидя за столом. Обеими руками я приподнял ее лицо. Смятый мокрый платок лежал под ее щекой. Мама! Она открыла глаза, обняла меня теплыми руками. Тоскливый собачий лай донесся до нас сквозь шум дождя. Мама! Мама! Это я разбил чашку! Это я! Я! Пусти, Бума! Лицо ее вздрогнуло. Она схватила меня за руку и мы прибежали к двери. Бум холодным шуршавым языком осушил мои слезы. И от него пахло дождем и мокрой шерстью. Мы с мамой вытирали его сухим полотенцем. А он поднимал вверх все четыре лапы и к бунном восторге катался по полу. Потом он затих, улегся на свое место и не мигая смотрел на нас. Он думал, почему меня выгнали во двор? Почему? Впустили и обласкали только сейчас. Мама долго не спала. Она тоже думала, почему мой сын не сказал мне правду сразу, а разбудил меня ночью. Я тоже думал, лежа в своей кровати. Почему мама нисколько не бронила меня? Почему же даже обрадовалась, что чашку разбил я, а не Бум? В эту ночь мы долго не спали и у каждого из нас троих было свое почему. Давайте побеседуем об этом. Почему мальчик свалил вину за разбитую чашку на Бума? Правильно ли он поступил? Почему расстроилась мама? Что заставило мальчика во всем признаться? Как бы вы поступили на месте мальчика? Мальчика заставила во всем признаться его совесть, подсказала ему верное решение и помогла преодолеть страх. Человек, который имеет чувство собственного достоинства, благородства, совестливость, умеет признавать свою вину, умеет держать слово, не обманывает других, старается не обидеть другого, не допускает несправедливости по отношению к окружающим, всегда поступает по совести. Переходим к творческой деятельности. Вам необходимо прочитать фрагмент эссе Василия Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека». Его вы найдете на странице 60 вашего учебника. Подумайте над вопросами и напишите творческое письмообращение к людям, дав в нем свои наставления о том, как жить по совести. Мы продолжаем проектную деятельность. Зима – суровое время года для всего живого. Предлагаем вам вместе с младшими товарищами смастерить кормушки для птиц и животных. И не забывайте регулярно подкладывать корм. Чистая совесть – лучший советник человека. Она дарит ему мир и спокойствие, побуждает совершать добрые дела. Наибольшим наказанием для человека является муки совести, потому что от нее невозможно спрятаться. Честь тесно связана с совестью, а честь судят по делам человека, по его поведению в семье, коллективе, обществе. Человека, поступающего по чести, уважают и ценят. Не случайно люди берегут свою честь, стараются не запятнать ее. Для того, чтобы воспитать себе честь, нужно держать свое слово, не давать невыполнимых обещаний, уважать окружающих и быть искренним. До новых встреч!